Добрый день, уважаемые зрители моего канала! Сегодня у нас необычный тест. Сейчас я показываю, что вот этот мотор является двухпроводным, то есть он еще не переделанный. А вот этот мотор, этот является четырехпроводным, то есть все четыре провода звонятся. Вот это вот якорь. Соответственно, что я задумал? Я задумал показать преимущества или недостатки моторов. Мне даже интересно сгорит или не сгорит. Все моторы леговские, то есть вот этот у нас переделанный в четырехпроводной схеме. Качей у нас по четырехпроводной схеме. Подключаем, то есть показываем, что он работает. Это один мотор. Это второй мотор. Сейчас они будут работать друг на друга. Ставлю сначала четырехпроводные, потом двухпроводные. Объясняю почему. По мощности четырехпроводный будет забирать больше на себя. Соответственно, нагрузка на него будет в итоге меньше идти, чем по двум проводам. То есть два провода дают, допустим, нагрузку 1 ватт. Мотор берет. То по четырем будет проводам, это будет всего лишь 0,5 ватт, если разделить. И вот сейчас попробуем, что у нас получится. Держу моторы крепко. Видно, вал вращается в сторону, в эту сторону. Это какой у нас мотор, мне просто интересно. Да, это мотор у нас четырехпроводный. Давайте эксперимент продолжим. Контакт главное обеспечить плотно. Все равно идет в четырехпроводную схему. Четырехпроводный мотор проворачивает по мощности. Обратно меняем. Ну, чтобы все было совершенно честно. Напряжение 12,4 вольта. Будет видно, как будет напряжение просаживаться. Ну, это нормальное явление. Сейчас увидите. Все. Здесь нагрелось сопротивление, которое объяснял в прошлом ролике. Вот это вот, предохранитель. Он нагрелся. И, соответственно, вот сейчас нагреется. Видно, да? А этому мотору ничего. Вот вам разница. Разница.